Шопинг это отражение нашего настроения. Как подобрать важные детали к образу и сделать его ярче? Если вы решились обновить свой зимний гардероб, то мы подготовили для вас несколько базовых образов. Ни одна зима не обходится без шерсти и трикотажа. Эти материалы буквально создают уют и главное им под силу нас согреть. А теперь к пропорциям и деталям наших зимних образов. Объем сверху и значит что-то очень элегантное, сдержанное, либо обтягивающее снизу, либо же наоборот. Играть с объемами. То есть вот эта история, которая создает силуэт, ну и как бы делает из девушки девушку. Актуальные яркие цвета. Из прошлого сезона зеленый, синий. Яркий, красный, оранжевый, желтый. Вне времени и приглушенные оттенки. Молочный, миндальный. Первый и главный совет в образах использовать многослойность. Многослойность, она работает на вас, делает образы более сложными, более интересными и не избитыми. Помимо этого, обязательно используйте аксессуары, либо же украшения. И, конечно же, работайте с цветом. Обязательно, потому что зимой и так много унылого, погодного такого состояния, настроения. Много людей в черном. Поэтому будьте исключениями с правил. Надевайте что-то яркое, либо же добавляйте какую-то сложность к вашему любимому черному цвету. Белая базовая рубашка есть в каждом гардеробе, но чтобы она не смотрелась скучно, привычный классический образ можно дополнить. Все привыкли носить просто водолазки и джинсы, либо же рубашку и брюки. Но вот такой прием, когда мы надеваем водолазку через расстегнутую рубашку с пиджаком, он усложняет образ, делает его более стильным, более интересным и в то же время согревает нас в зимние холода. Теперь к верхней одежде. Здорово будут смотреться кашемировые объемные пальто. Пальто-халат или кокон. В этом сезоне актуальна длина Макси. Выбирайте верхнюю одежду так, чтобы она перекрывала среднюю длину вашего гардероба. То есть посмотри на среднюю статистику гардероба, средняя длина изделий поясных, юбки и платья. И так, чтобы верхняя одежда закрывала эти поясные изделия с брюками, без разницы, какую длину верхней одежды ты будешь подбирать. Я обожаю принты. В принципе, но особенно зимой. И искренне рекомендую всем своим клиентам использовать этот прием для того, чтобы сделать образы сочными, насыщенными и интересными. Мы соединили два принта. Два одинаковых принта в разном цвете. То есть вы можете на самом-то деле, если у вас есть базовая тельняшка, повязать сверху любой джемпер, любой худи, любой свитшот. Будь то белый цвет, будь то черный цвет. Свитер можно использовать вместо шарфа. Это хороший стилистический ход. Смотрится интересно и греет неплохо. Кожа-тренд 2023 года. Вот еще один образ. Берем жилетку оверсайз, рубашку, а если хочется этот комплект утеплить еще больше, надеваем под низ черную водолазку. К этому образу можно добавить, очень классно будет смотреться, либо же кожаный берет, либо же кепка черная, либо же можно взять черную кожаную косынку и повязать ее как бандану. Либо же можно еще использовать однотонные колготы и добавить гетры в светлых оттенках, потому что все чулочно-носочные изделия – супер-тренд в этом сезоне. Не типичное решение зимнего образа. Из летнего гардероба берем шелковое платье, добавляем свитер и грубые ботинки на контрасте. Не забываем про украшения, серьги или объемные браслеты. Важно помнить, что мы сейчас живем в эпоху экономии, в эпоху разумного потребления. Это такой всеобъемлющий макротренд на разумное потребление. Именно поэтому я советую большое количество вещей из осеннего гардероба и отчасти даже из летнего гардероба переносить в зимний. Зимний гардероб не обязательно должен быть женственным или элегантным, если такой стиль вам не нравится. Главное – это удобство, комфорт и цвета, которые подходят именно вам. Можно подобрать небольшой, но универсальный гардероб из нескольких вещей.